За 9 месяцев этого года республиканская казна за счет неналоговых поступлений пополнилась на 1,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма меньше. Почему? Обсуждали сегодня на утреннем совещании в Доме правительства. Арендные платежи за использование государственной и муниципальной собственности составляют почти половину неналоговых поступлений в бюджет Чувашии. В этом году доходы по этому направлению снизились, отметила в своем докладе министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева. Актуальным остается вопрос долгов города Чебоксары. Из 141, как уже отмечали, 101 млн рублей – это задолженность, невозможное к взысканию. Это организация банкроты, должники, имущество, у которых отсутствует. Ну а 40 млн – это возможное к взысканию задолженности. Мы ведем здесь работу. Крупные бенефисары – это Лапшин, Фортученко и Дельман. Крупные бенефисары – компания должников. Сейчас в столице Чувашии ведет судебные разбирательства с коммунальными технологиями по взысканию 256 млн рублей. Как отметил Алексей Ладыков, после вмешательства властей республики процесс пошел активнее. Кроме того, в суде находится дело по привлечению коммунальных технологий к субсидиарной ответственности. Контролирующих лиц о коммунальных технологиях к субсидиарной ответственности города на 2,7 млрд рублей. Данное дело приостановлено до 30 октября текущего года, когда будет поставлена точка Верховным судом по делу привлечения контролирующих лиц Крюкова и других контролирующих лиц коммунального технологии в Верховном суде Чувашской республики, где у нас потерпевшим проходит Газпром, межрегион Газ Чебокцара. Кинули Газовиков, кинули вас, бюджет, горожан города Чебокцар и ряд других последствий. Наталья Юрьевна, окажите задействие, дальше давай поэтапно идем. Практика сложилась, дальше надо просто двигаться. Новочебоксарск задолжал по арендным платежам более 40 млн рублей. Эту проблему тоже нужно решать активнее, отметил Михаил Игнатьев. Также в бюджет республики поступают доходы от аренды земель. Большая работа была проделана по постановке на кадастровый учет и вовлечению в сельскохозяйственный оборот невостребованных земельных участков. За счет этого республиканская казна заметно потяжелела, рассказала Наталья Тимофеева. Кроме того, Минюст Чувашия выявляет нарушения при покупке земель юрлицами и отдельными гражданами. Суды Красночитайского, Чебоксарского и Мариинско-Пасадского районов по этому поводу направлены исковые заявления. Ирина Ромадова, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.